Всем привет, я Анна Оськина и сегодня будет сладкий денек. Ого какой красивый, это же торт единорог. В прошлом видео я дала вам подсказку о бою с единорогами и некоторым удалось ее разгадать. Это безумно милый сказочный тортик. Кто же не любит единорогов, ведь они приносят удачу. Ну а если съешь такой тортик, то удача и хорошее настроение станут неизменными вашими спутниками. Скорее пойдем пить чай, я уже и чайник заварила. В предыдущем видео у нас случилось происшествие. Клодин поставили подножку, а Дракулаура получила торт в лицо. И в конце видео вы узнаете, кто поставил подножку Клодин, на кого подумало большинство. А еще вас ждет новый розыгрыш, так что смотреть до конца. А сейчас будем творить волшебство. Для работы мне понадобится белая и бежевая полимерная глина FIMO. Раскатываю бежевый цвет и формочкой вырезаю кружочек. Затем раскатываю белый цвет пласт и вырезаю много-много кружочков. И все это составляю вместе в единый большой тортик. А потом катаю и подравниваю по рабочей поверхности. Это будет основа тортика, которую мы и будем украшать. Бежевый цвет это нижняя сторона тортика. Пусть она будет такой бисквитной и шершавой. Я ее обрабатываю зубной щеткой. Вот так в результате получается. Раскатываю пласт белого цвета толщиной примерно 1 миллиметр. И натягиваю этот пласт на только что выполненную основу. Основа становится каркасом. А этот пласт накрывает этот каркас и выравнивает. И не будет видно по бокам никаких полосок, никаких стыков. Очень аккуратно натягиваю эту пластику. Все это поджимаю, подравниваю. А все лишнее отрезаю лезвием. Так тортик похож на привидение. Кстати, скоро же Хэллоуин. Чтобы поверхность была ровной и чистой. Я протираю ее влажной салфеткой. И окончательно выравниваю этот тортик. А потом отправляю запекаться. Чтобы его больше не повредить. На 20 минут при температуре 110 градусов. Дальше мне понадобятся разные цвета полимерной глины. Для украшения тортика. Беру маленькие кусочки каждого цвета. И добавляю большой кусочек белого. И перемешиваю все эти цвета по отдельности. Фиолетовый с белым становится сиреневым. Белый с красным розовым. И таким образом осветляем все цвета. Получая нежные оттенки. Вот что у меня получилось. Из этих цветов сделаем маленькие розочки. Которые станут украшением гривы единорога. Раскатываю колбаску. И нарезаю ее на много частей. Эти части нужно расплющить в маленькие блинчики. Катаю в шарик. Кладу на маленький листочек бумаги. Накрываю другим. И прижимаю лезвием. Поднимаю листок бумаги. Получается блинчик. Снимаю его при помощи лезвия. Когда сделала несколько блинчиков. Режу все их пополам. Беру одну половинку и сворачиваю в трубочку. Это центральная часть розочки. На эту трубочку налепливаю еще одну половинку блинчиков. Затем еще одну и еще одну. И так до тех пор пока не получится розочка. Вот такой цветочек получается. И таким образом нужно сделать много-много цветочков. Я делала так. Сначала нарезала один цвет. Сделала много-много блинчиков одинаковых. Затем все эти блинчики резала пополам. А затем уже сворачивала розочки. Мне кажется, что так быстрее всего. Теперь у меня есть розочки разных цветов. И мне понадобится золотая полимерная глина. Беру два золотых кусочка. И катаю их в длинные капельки. Складываю капельки вместе. И перекручиваю. Получается рог единорога. Аккуратно его подрезаю. Беру два кусочка белого цвета. Катаю из них капельки. И эти капельки расплющиваю. Беру золотые кусочки поменьше белых. Также катаю в капельки. И также их расплющиваю. Помещаю золотые капельки на большие белые. И чуть-чуть прижимаю толстый край. Получаются уши единорога. Тем временем у меня запекся тортик. Я не боюсь его повредить. И не боюсь оставить отпечатки пальцев. А чтобы все цветочки и декоративные элементы хорошо к нему приклеились. Смазываю торт гелем жидкой пластикой. Если вы приклеиваете цветочки на не запеченный тортик. То гель вам не понадобится. Сверху ставлю рог единорога. И окружаю его разноцветными розочками. Я специально сделала много розочек разного размера. Побольше и поменьше. Потому что неизвестно где какая розочка понадобится. Иногда нужны побольше иногда поменьше. У меня есть розочки состоящие даже из одного лепестка. То есть маленькие трубочки. Которые станут прекрасным дополнением и оформлением боковых сторон гривы. И из этих розочек нужно составить гриву единорога. Конечно же не забываем присоединить и ушки. Делаю единорогу челочку из цветочков. И веду гриву сзади вниз. И чуть-чуть загибаю вперед. Устанавливаю много-много цветочков. Вот так у меня в результате получается. Теперь беру черную полимерную глину. Катаю длинную тонкую колбаску ниточку. От этой ниточки отрезаю две полосочки. Побольше и много маленьких. Большие станут глазами, а маленькие ресничками. Так как мой тортик уже запечен. То мне приходится смазывать поверхность гелем жидкой пластикой. Накладываю на поверхность глазки. И присоединяю реснички. Получается милашка единорог. Посмотрите какой он классный. После чего этот тортик еще раз запекаем. 20 минут при температуре 110 градусов. Можно покрыть его лаком. И поставить на какую-нибудь тарелочку. В результате у меня получился сказочный. Милый и сладкий торт единорог. Который обязательно принесет удачу. И в качестве тортика для кукол. И в качестве милого сувенира на память. А если приделать колечко, то получится отличный брелок. Включайте фантазии и творите. А сейчас узнаем, кто же поставил под ножку Клодин в прошлом видео. В голосовании приняли участие 8 тысяч и 1 человек. И 6807 человек, а это 85% между прочим. Подумали на Пушинку. Пушинка, зрители подумали на тебя. Тебя нужно наказать. Остаешься без игрушек и иди в угол. Друзья, неужели вам не жалко Пушинку? Может мы перепутали? Не изменили ли вы свое мнение? Ну пока вы об этом думаете, я объявляю новый розыгрыш. Сегодня разыгрывается 3 набора полимерной глины и формочек. И еще один шанс для вас испытать удачу. Правила как обычно безумно простые. Первое, быть моим подписчиком. Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас. Второе, поставить лайк этому видео, ведь оно вам понравилось, не так ли? И третье, написать любой комментарий под этим видео. Но лучше пишите что-то в тему или запрос, что еще мне сделать. Ведь такие комментарии попадают в новые видео. Я думаю, что это вам будет тоже очень приятно. Победитель будет определен программой выбора случайного комментария. А итоги я опубликую в моей группе ВКонтакте 20 октября. Не пропустите. Ссылка на группу в описании под видео и в верхнем комментарии. Желаю вам всем успехов, удачи во всех делах и просто замечательного настроения. И до новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok